Нектокарис птерикс Нектокарис птерикс является одним из видов животных, возможно, родственным головоногим, известным из раннего Кембрия, сланцев Эмубэй и из Чинджанской биоты, а также из среднего Кембрия бёрджерских сланцев. Нектокарис был свободно плавающим, хищным или фильтрующим организмом. Такой образ жизни находит своё отражение в беноминальном названии. Нектокарис означает «плавающая креветка». Известны две разновидности – небольшая, приблизительно один дюйм длиной, и более крупная, анатомически идентичная, но крупнее в четыре раза. Нектокарис имел плоское тело по форме напоминающего воздушного змея с мясистыми плавниками. По одному с каждой стороны. Маленькая голова имела два черешковых глаза, одну пару щупалец и гибкую открытую трубку в нижней части тела. Чем дальше от головы, тем шире становится трубка. Внутренне камера проходит вдоль всей оси тела, содержит пару жабр, а жабр включает лезвие, выходящее в форме зигзагов. Мышечные блоки окружают осевую полость, и в настоящее время сохранились, как тёмные пятна по бокам тела. Плавники также выглядят, как тёмные пятна с прекрасными бороздками, расположенными на них. Хотя нектокарисы известен из отложений Канады, Китая, Австралии, из горных пород, возраст которых охватывает около 20 миллионов лет, не похоже, чтобы они достигли какого-либо видового разнообразия. Они различались по размеру, все образцы при этом анатомически очень схожи. Исторически сложилось так, что три рода были введены в таксон нектокаридит, и были найдены в трёх разных населённых пунктах, но эти виды, Питалиум, Латус и Ветус-Товермис планус, вероятно принадлежат к одному роду или даже к одному виду, а именно нектокарис птерикс. У вида нектокарис птерикс имеются две различные формы, одна крупная, около 10 сантиметров в длину, другая более мелкая, длиной около 3 сантиметров. Они, возможно, представляют собой отдельную мужскую и женскую особи. Необычная форма трубки нектокаридов привела к её интерпретации в качестве выворачивающегося хоботка, но это трудно согласовать с окаменелостями. Вместо этого его гидродинамика кажется оптимальной для выполнения реактивного движения, где она поддерживала эффективный медленный поток воды через крупные внутренние жабры, а именно являлась своего рода сифоном. Глаза нектокариса имели подобную остроту зрения, как и у современных наутилусов или у кальмаров. Родственные связи нектокариса – спорный вопрос, и некоторые учёные считают, что это всё ещё точно не определено. Сумма всех доказательств наводит на мысли родства с головоногими в наследственном или производном положении. Наиболее верная интерпретация – это некоторые особенности нектокариса, присущи только ранним головоногим. Особенности, которые роднят их современными келоидеями, которые эволюционировали гораздо позже. Современные келоидеи – либо результат конвергенции, либо они появились в результате генетических отклонений у ранних головоногих. Если вы являетесь любителем палеонтологии доисторических существ или вам просто понравилось данное видео, то будьте добры поставить лайк, подписаться на канал, вступить в группу канала, ссылка будет в описании, и я продолжу делать видео по этой тематике. Субтитры создавал DimaTorzok